Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный весенний салат из молодой морковочки. Она сладенькая, хрустящая, салат получается очень вкусный. Такой салат-закуска можно использовать на каждый день и даже как намазку на бутерброды. Итак, весь секрет салата в том, что он готовится из вот такой молодюсенькой морковки. Я даже специально хвостики не срезала, потому что мне кажется, что когда я ее натираю, такой запах пока есть хвостики еще. Итак, всего лишь три продукта. Майонез, морковка, сыр и чеснок. Вот в таком сочетании будем делать салат. Если прям такую слишком молодую морковь вы не нашли, возьмите самую молодую, какую найдете. На мелкой терке натираем морковку. Значит, смотрите, не вот так вверх-вниз, а только вниз, чтобы вот эти вот полосочки морковки были длиннее. Сюда в морковочку сразу натираем 3 зубчика чесночка. Вот так. Можно заменить терку на чеснокодавилку, но раз уже натирали все, то смысл брать чеснокодавилку. Можно сразу на терочке. Так, сюда добавляем сольку. Значит, смотрите, по специям. Значит, по идее можно больше ничего не добавлять. Капельку перчика, ну вот и все. Настолько самодостаточный этот салат. Теперь сюда сыр. Значит, смотрите, сыр, вот посмотрите, сколько морковки. А сыра должно быть половина от моркови на глаз. У меня где-то 150 грамм сыра. Ну, вот так вот, приблизительно, в таком сочетании. Так, теперь я буду заправлять майонезом. Ложка майонеза, можно полторы, но не больше. Еще такие салаты очень хорошо идут, если вы будете напополам смешивать и майонез, и сметану. Можно только сметаной, предположим. Значит, весь секрет этого салата в молодой сладкой морковке. И подаем. Значит, салат получается закусочный. Мне этот салат очень нравится. Если вы будете заправлять сметаной, он будет такой, знаете, сока пустит много, потому что и морковочка такая прям молоденькая-молоденькая, и сметана потом отделяет сок. С майонезом оно сок выделять не будет. Еще очень круто, если этот салат остается, можно добавить чуть-чуть больше на майонеза и намазывать как на маску на бутерброды, а сверху сыр. Но тогда в этом случае просто больше майонеза будет, чтобы выглядело это все как на маску. Ну что, пробуем. Итак, пахнет он чесночком, очень вкусно. Давайте попробуем, я даже хлебушек приготовила, чтобы попробовать и как на масочку. Просто майонеза не хочу много добавлять. Ммм, слушайте, очень вкусно. Чесночок с сыром и сладкая морковка, молодая, она отличается по вкусу. Мне очень нравится, тут большая львиная доля, это морковка, поэтому салат дорогим не выходит. Ммм, слушайте, вот эта сочность морковки, она придает бутербродам такую смокоту. Такие бутерброды можно даже есть без колбаски. Значит, оно будет стоять несколько, ну, до недели будет в холодильнике стоять, ничего с ним не будет. Тут нет ничего такого, чтобы могло, так сказать, испортить салат в течение недельки. Вот и помидорка. Ммм, очень вкусно. Обязательно приготовьте, это недорого, получается много. И как закуска, и как салат, и как намазка для бутерброда, в общем, для всего хорошо. Спасибо, что вы сегодня были со мной, готовили вместе со мной. Ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на мой канал. Всем мирного неба над головой, всего я люблю, бывает и пока!